Приветствую вас в Балтийском медиа-центре. Алена Леонова несколько часов назад пролетела в Санкт-Петербург, и как я решала, первым делом приехала, чтобы встретиться с нами, ответить на наши вопросы. Повод всем прекрасно известен, повод приятный. Вы знаете, я долго думал, как это назвать. Такая, наверное, закономерная неожиданность. То есть это должно было рано или поздно случиться, годом раньше или годом сейчас, это наконец случилось. Две медали перед вами. Малая золотая за победу в короткой программе и, главное, настоящая, уже взрослая, первая взрослая большая медаль Алены Леоновой. Давайте поздравим для начала. В этом году Алена Леонова другая во всех смыслах этого слова, и внешняя, и внутренняя Алена. Вот скажи, пожалуйста, ты была готова к этой серебряной медали? Ну, изначально я вообще ехала за медалью, потому что честь прошлогодней результата я была настолько близко, что в этот год просто нельзя было ее не взять. То, что опять все зависело в определенном смысле слова от Каролины Костера. Я напомню, год назад Костер каталась, помню, предпоследней, да? И Алена остановилась там в полушаге от бронзовой медали. Сейчас было понятно, что кроме Каролины Костера никто не может отнять золотую медаль. Психологически давило, что вот Каролина Костер опять. Была надежда на золото? Ну, у меня в первую очередь, конечно, была просто надежда на медаль. Просто я очень была еще рада за Каролинскую программу, что выиграла ее. Поэтому произвольно, конечно, было уже сложно сохранить свои позиции. Я понимала, что, возможно, кто-то меня сможет обогнать. Например, даже Каролина. Ночь, сутки были до начала произвольной программы, как обычно. Вообще, в качестве лидера тяжело засыпать, тяжело просыпаться с этой мыслью. Ну, вообще, на удивление было так легко, и, не знаю, просто тренинг тут же после проката Короткий внушил мне, чтобы я успокоилась, не распылялась и забыла о том, что я вообще сейчас делала. Новый имидж, новый внешний облик Алены, который вы видели первый раз в октябре, в ноябре, на этапах Гран-при. Кто это придумал, кто автор, и как вообще внутри-то, изнутри в новом качестве. Ну, вообще, сама хотела измениться. Удалось. Но тренер, можно сказать, даже как-то помог мне в этом. Ну, это как? Это были такие тяжелые творческие искания, или все прошло легко, непринужденно? Ну, вообще, легко и непринужденно. Просто он пришел к стилисту и сказал, я хочу, чтобы она была такая-такая-такая, и сделаете ее самой красивой. Получилось. Спасибо. Ну, были какие-то возражения со стороны, непосредственно с твоей стороны, Алены, или все прошло? Нет, никаких. Я полностью доверяю Николаю Александровичу. А что изменилось? Вот почти год вы работаете совместно с Николаем Морозовым. Николаем Морозовым, новый один из тренеров, Алены Леоновой, два специалиста сейчас с тобой работают, правильно так, да? Да. Алла Яковлевна Пятова, да, с которой Алена работала много лет, и Николай Морозов. Вот что изменилось для тебя, в первую очередь, изнутри? Какое отношение к себе, отношение к профессии? Ну, изнутри я, не знаю, чувствую себя более свободной, раскованной, потому что он меня, скажем, как приучил к этому. Не знаю, больше уверенности в себе чувствует. Чувствую, что у меня есть еще большой очень потенциал, потому что он также об этом меня всегда говорит. Ален, вопрос, который все равно сегодня... Во-первых, коллеги, мы ждем ваши вопросы. Во-вторых, вопрос, который сегодня все равно прозвучит. Адельина Сотникова, Елизавета Тухтамышева и... 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 и так далее, потому что список достаточно большой. Девчонки, которые в ближайшие годы уже начнут выступать на взрослых соревнованиях, наши юниорские лидеры, это давит? Или им нужно будет еще себя проявить во взрослом катании, именно на чемпионатах, что не идет в сравнении с этапами Гран-при? Ну, могу сказать, что в начале сезона я немножко побаивалась девочек. Вот, но потом я увидела, что у них тоже начались какие-то срывы, не знаю, может они думали об ответственности, так же, как и я в свое время. И уже, как бы, я не так сильно переживаю по этому поводу, что, там, не знаю, сейчас все просто находятся в разных условиях, поэтому... Я никого не боюсь. Вот это это здорово. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Сергей, подожди, господи. Алена, вы прекрасно катали короткую, хорошо производили, но это понятно, что есть череды. В чем вы их сами видите, соответственно, и в следующем году, там, технически, может быть, или какие-то другие, наверное? Ну, технически, естественно, да, я думаю, что я могу прыгать лучше и сложнее каскады делать, но еще хочется мне добавить немножко, наверное, о разных всех программах, не знаю, что, что-то новое показывать людям. Градия Александровна, Градия Петербурга. Эхо Петербурга. Вопрос следующий. Ирина Слуцкая сказала, что теперь вы ее кумир, а вы не раз упоминали, что она как раз для вас являет всему встрече, на которого вы ориентируетесь. Она так сказала. Да, это звучало. Я вас здесь не слышала. Вот я вам рассказываю. Как вы к этому относитесь, да, какие вы чувствуете с этим испытываете? И второй вопрос. Кто вам из «Каратов Карибского моря» из персонажей больше всего симпатичен, интересен, сели, сели вы смотрели? Спасибо. Ну, насчет Эра очень неожиданно и приятно, конечно. Такое слышать от нее, потому что сейчас мы как раз были с ней на шоу в «Ангарске», и она меня назвала своей преемницей. И всячески пыталась меня вперед себя протолкнуть, чтобы я не стояла сзади. Вот. По поводу пиратов, если честно, я не смотрела ни на серию толком, но так, отрывками. Но мне, в принципе, нравится героиня Пенелопа Круз. Собственно, с нее мы делали этот образ, поэтому, наверное... Это у вас слово тогда в развитии вашего вопроса по поводу Ирины Слуцкой. Так получилось, что мы с Ириной год назад ввели репортаж чемпионата мира, и это для нее было личной граммой, когда Каролина Костна в последней попытке, если так можно сказать, отобрала валютно-брозовую медаль. Ален, вот на твой взгляд, прошло 6 лет с того момента, как Ирина закончила выступление в любительском спорте. Куда ушло женское фигурное катание? Куда идет? На что теперь нужно обращать внимание? Ну, не знаю. Она, конечно, притаилась неплохо где-то, но сейчас, я думаю, что появятся новые имена и ходят все... Еще более новые? Ну, возможно. Это представители европейского континента, американки и традиционно сильные японки. О ком идет речь? О русских. О русских? Это похвально. Ален, чтобы попасть в призеры, как минимум, на Олимпийских играх в Сочи через 2 года, что нужно делать? Нужно будет прыгать что, например? Или вторая оценка будет доминирующей, а технический уровень останется прежним? Ну, в первую очередь, нужно много работать и не думать о том, о медалях именно, о которых нужно заработать. Я думаю, что это самое главное правило хорошего выступления. Ваши вопросы, коллеги? Тогда у меня есть вопрос. Перед Олимпийскими играми в Ванкувере мы делали большой репортаж. Он выходил у нас в эфире на 100.тв об Алене Леоновой. И большая часть этого репортажа была снята в коммунальной квартире замечательной на шоссе «Революция». Вопрос, Ален, что-то изменилось с тех пор? Тогда дом был аварийным, если я ничего не путаю. Но могу сказать, что стало еще все хуже намного. Что может быть хуже аварийного дома? Начало рушиться или? Не знаю, но какие-то намеки на это уже были. Но это на самом деле не очень смешно. Какова у вас ситуация? То есть дом аварийный, но вас никогда не прислали? Дом аварийный, да. Нам предлагают квартиры, но они находятся так далеко от черта города, что просто нереально едят там. И по-прежнему, то есть все как в России нанята. Вам какие-то давы обещания за медали на чемпионатах мира? Что было вообще? В прошлом году я посещала администрацию района. Красногвардейство. Красногвардейство, да, соответственно. И мне сказали там, что если ты привезешь медаль в пятый мир, и мы тебя сразу же дадим в квартиру. Два четвертая. Сейчас остановим. Вот медаль, вот. Вот медаль, вот Алена. Ну, прийти туда к ним и... С медалью. Да. Вы помните фамилию человека, к которому вы ходили? Естественно, нет. Я думала, он помнит. А, ну то есть все это поднимается, все это восстанавливается. Хорошо. Алена, вот уже сейчас вы начинаете думать на те программы, которые будете катать на будущий год? Предолимпийские. Я не думаю об этом, но я знаю, что я хочу. На секрет, естественно. Кто подбирает музыку? Как ваши распределяются роли? Николай, это 99%? Или вам остается какое-то поле для творчества? Для творчества. Мне, в принципе, он очень много позволяет всего ставить в самих программах. Все как мне удобно, чтобы мне было комфортно кататься. Ну ладно, естественно, он выбирал музыку и на короткую программу. На произвольную программу у меня было, наверное, вариантов 5 разных музык. Из них 3 программы практически были доставлены. Но в последний момент он сказал, нет, это не то. Поэтому, ну и все, естественно, его. И я со всем соглашаюсь, потому что мне это нравится. А как изменилось к вам отношение внутри элиты мирового фигурного катания? По ходу этого сезона вы очень успешно выступали на этапах Гран-при, попали в призеры на финале Гран-при. Вы почувствовали, что вас как бы приняли в этот элитный клуб нескольких сильнейших? Или это случилось раньше? Не знаю, я как-то давно уже чувствую себя в своей тарелке. То есть, как там, изменение отношений после успешного этого сезона никакого не произошло? Ну, не, ну сейчас произошло. Я вижу много народа, сижу на пресс-конференции. Они пришли к вам, да? Да, очень приятно. Ален, я вот хочу вспомнить один момент очень напряженный, на самом деле, в карьере Алены Леоновой. Всего-то прошло год и два месяца. Берн, чемпионат Европы по фигурному катанию. И так получилось, что мы ехали в автобусе вместе с Аленой, Ксенией Макаровой, Евгением Руковицыным, тренером Ксении Аллы Яковлевны Пятого, в тот момент тренер Алены. Ситуация, на самом деле, была тяжелая. Вот казалось, в тот момент, прошло 14 месяцев всего, казалось, что как бы, ну, собственно говоря, поезд ушел. Вот, и я просто вот хочу, друзья, чтобы вы поняли, вот, силу духа, силу характера, веру в себя, этой юной, крупкой девушки, потому что тогда казалось, ну, как бы, ну, ну, все, ну, закончилось фигурное катание. А так прошло всего несколько месяцев, было четвертое место на чемпионате мира, и был этот сезон, который, собственно говоря, все расставил по своим местам. Откуда внутренние силы, вера в себя, это наследственное, я не знаю, это что, этот характер, откуда он взялся, Евгений? Ну, характер у меня всегда был, вот, и мне постоянно повторял моя хореограф, которая здесь с Арктибургером, что я боец по характеру, что я могу, что я должна это делать, и продолжать кататься всегда, и что у меня все получится. Поэтому, не знаю, мне настолько все это внушают, что невозможно не верить. Как вы вообще живете с фигурным катанием? Оно вам снится, вот эти вот прыжки, падения, не дай бог. Или это профессиональная сторона деятельности, она отдельная, существующая параллельная жизнь? Ну, существует параллельная жизнь, но я гораздо меньше, чем профессиональная. Постоянно вы сейчас живете в Москве? Да, в Новогорской тренировочной базе. А, вы прям живете на спортивной базе? Да. Какая прелесть. И что у вас там, какие условия? Ну, условия хорошие, все достаточно удобно. Пошел покатался, поспал, ездил в мегу, разлился, пришел на вторую тренировку. То есть, мега – это единственное отвлечение на протяжении многих и многих месяцев, да? Ну, да. Коллеги, пожалуйста, мы ждем ваши вопросы, конечно, тоже. Можно, да? Пожалуйста, пожалуйста, конечно. Алена, Елена Андреевич, у меня дебаты в видеоролика. Скажите, а я знаю, что вы учитесь в институте. Вот как у вас с учебой дела? Ну, не в институте, а в училище пока, но в следующем году буду поступать в Германия, там, третий курс. С самого дела, пока, хорошо. Я делаю задания в Новогорске, находясь, и присылаю потом, либо через кого-нибудь там, всегда, в самом числе. На самом деле, хорошая характеристика, потому что вот Максим Маринин защитил диплом Академии Лесков-то, это было месяц примерно назад. Начал учиться, начинал учиться он давно, а в училище Олимпийского резерва, вы во втором тоже вместе учились, да? В училище номер два, да? Да. Вот, Максим туда поступил на лет 20 назад, но это не рекорд, могу вам сказать, правда? Стала нормально ходить, вообще узнала, что жизнь в округе есть, вот когда закончилось как-то активное фигурное катание, а вы в такой скорлупе вообще находитесь, как-то есть какая-то возможность выбраться, вы не умеете уже только? Не, ну это понятно, да, что не только мега, но когда приглашают, конечно, можно куда-то сходить, но тоже же не каждый день туда уже устаешь и сильно. Ну и выходные у нас тоже нет такого, что у нас выходные, это воскресенье, и все могут пойти в театр, например. Просто у нас выходные, мы выпадем в понедельник, во втором тоже не может казаться вообще без выходных. А вот как у вас вообще в группе происходит жизнь? Дело в том, что есть некоторые тренеры, которые увлекают своих учеников, ну, не круглые сутки, но постоянно те же театры, какие-то походы к хореографам, к модельерам, к стилистам и так далее. У вас это такая вот большая по-хорошему семья или все-таки у вас есть работа профессиональная, опять же, а дальше ты свободен, можешь как-то немножко себе принадлежать и не зависеть от тренера? Ну, с одной стороны, это все взаимосвязано, я считаю, там, и работа над собой, тот же и психолог, и оно все это взаимосвязано. Вот, ну, с другой стороны, естественно, у меня есть много времени, которое могу уделить лично себе и никого в эту жизнь не освещать. Интернет занимает большую роль в вашей жизни? Много времени занимает интернет. Вы сказали такое слово психолог, в этом году о спортивных психологах много говорили по известным причинам. Геннадий Дмитриевич Гербунов, насколько я понимаю, с вами работал на протяжении многих лет. Вы уехали в Москву, что-то изменилось? Ну, изменилось в плане того, что просто мы стали реже видеться, но мы созваниваемся, по-любому просто могу обращаться к нему, и сейчас, знаете, пять лет, когда я была, я созванивалась и перед короткой программой, и перед произволем. Помогает? Работает? Видимо, да. Нет, на самом деле, вот тут маленькая реплика за кадром. Дело в том, что есть спортивные психологи раскрученные, а есть друзья, как Геннадий Дмитриевич Гербунов, с которым работает Ксюша. И вот, допустим, Владимир Сальников, а его авторитет, наверное, ни у кого не вызывает вопросов, именно Геннадий Гербунов назвал одним из соавторов своих больших побед, вот когда он на Олимпиаде в Москве взял три золотые олимпийские медали. То есть тот же самый Геннадий Дмитриевич три с лишним десятилетия назад уже тогда давал спортсменам такие вот прикладные профессиональные вещи. Как вас приняли, кстати, у вас дома в коммунальной квартире соседи? Вышли из Кривом Соми, нет? Нет, сегодня я только встретила соседей, и она просто поздравила меня с приездом, ну и спросила, как там в Ницце. Как в Ницце, кстати? Ну, очень тепло, замечательно, я обожаю такую обстановку, когда все так легко. А в Татьяне Татьяне такая фраза принадлежит между короткой и произвольной программой, особенно в день произвольный, нужно походить по магазинам, цитирую, «класс почесать», не обязательно что-нибудь покупать, отвлечься. Вы как отвлекаетесь в день произвольной программы? Я тоже ходила по магазину, ну, просто ходила, гуляла, смотрела, ну, не очень люблю покупки, да, люблю все затаривать после. Вам удалось это? Да, еле донесла вообще. Все. Это все себе или подарки близкие? Нет, конечно, подарки. А первым, кто позвонил вам после успешного выступления, или первой, кому вы отзвонились, может быть? Естественно, маме. Причем, самое интересное, то, что маму меня поздравила, с бронзой. Мы еще не досмотрели всех девочек, и я почему-то была полной уверенностью, что японку поставили впереди меня. Но когда я поставили, уже потом... Это японка, которая в итоге стала третьей. В итоге стала третьей, да. Скажите, пожалуйста, вот маму Ассана, как вы считаете, ее время закончилось или нет? Так, жесткие вопросы, без неподразумевающих комплиментов в ее адрес. Что вы считаете на самом деле? Ну, с одной стороны, мне кажется, что да, что она больше не сможет как-то выбраться уже из этого. Но мы разговаривали опять же с Ирой, и она, в общем-то, говорит, что мало, но еще есть. Ну, понятно, что мы делаем комплименты в адрес своих соотечественниц, и для этого есть объективные причины. Но, тем не менее, если говорить о перспективах тех же самых Олимпийских игр в Сочи, со стороны японок вы ожидаете большой конкуренции или нет? Ведь там же далеко не только Ассада, мягко говоря. Ну, конечно, все будут готовиться, все будут подходить к Олимпийским играм в своей лучшей вообще форме за 4 года. Поэтому, я думаю, что нужно будет остерегаться всех. Что вам удалось за это, что самое главное сделать в техническом плане? Я не знаю, может быть, какой-нибудь новый прыжок или что-то, новое вращение, новая дорожка? Ну, в техническом ничего, мне просто понравилось, что вам не растут еще один образ. Например, в произвольной программе никогда не каталась под такую музыку, и получился вот такой трагический образ. Ну, в принципе, понравилось, но не думаю, что в дальнейшем я буду использовать такую музыку. А, я не знаю, книги хотя бы электронные занимают какое-то место в вашей жизни? Пока только в учебнике, чтобы сдать уже все учебу в море. Пожалуйста, пожалуйста, друзья. Аля, впереди у Чемпионата мира один пузарьев, второй фактически, третий, вы же поедете на него, как в командный Чемпионат мира, или нет? А, конечно, поеду. И какие вот ощущения от того, что вроде Чемпионата мира закончился, а сезон фактически на соревновательном жены нет? Все-таки это комплект Олимпийских медалей с очень потенциальной командой. Как к нему относитесь? К Командному Термиру отношусь как к шоу, потому что, ну, это реально и есть шоу. Там, как-то, не знаю, не волнуешься абсолютно и катаешься не только для себя, но и для команды. Зарабатываешь очки. И поэтому, не знаю, для меня это просто как показательное выступление. Тем более в Японии это может здорово принимать и болеть за всех, за русских. Но, кстати, там будет все серьезнее, в принципе, там же будет настоящий аэринкейский фронтальный комплект. Хотели бы вы уступить там камень? Да. Я просто в этом пока не думала, так. Пожалуйста. Алена, когда у... Спасибо. Алена, вот когда у Плющенко пропали коньки как-то, не то, что пропали, ну, вот там была Неразберикат, там, покажи, у Миши, в общем, устроили переполосную всю страну. То есть, насколько это было важно, вот кататься на каких коньках. Скажите, вот вы тоже катаетесь на коньках определенной марки. И знаете, сразу вот в догонку, сейчас уже специалисты, думаю, перед Олимпиадой в Сочи, да какие-то хитроуглые штуки по поводу льда, костюмов, там, еще что-то такое. Вообщем, в догадании есть тоже такие достижения техники, которые потом помогут выиграть медали? Как это выглядит? Спасибо. Так, значит, по поводу коньков. Ну, стал кататься на новой марке с прошлого сезона, на новой модели. Вот, ну, очень нравится, естественно, я его пока ни на что не променяю. То есть, и коньки, естественно, в которых, когда есть лидерапки, они же и соревновательные. Без них как бы никуда. Вот, по поводу новшеств, ну, не знаю, что они могут придумать. Воружение стрелет. Это вот коньки есть, ну, вот что называется, на катание и на черновую работу? Нет, одни и те же. Одни и те же. Спасибо. Ваши вопросы, коллеги? По-хорошему, но достаточно искренне жаловалась, что вот, в три золотые медали выиграли, там победили, мы помним, Татьмянин и Маринин, Плющенко и Навка Костомаров, а я четвертая, мне никогда четвертая медаль не отдадут. Здесь у нас ситуация была, на самом деле, обратная и не очень веселая. Не слишком удачно складывался чемпионат мира. Алена, пришлось чувствовать какую-то дополнительную ответственность, когда выходила на старт? Или это не имеет значения, честно? Ну, как говорится, наши ошибки учатся в других, особенно, когда смотришь. И, конечно, было видно волнение, когда выступали наши все. Не знаю, я почему-то видела это, и я старалась уже для себя решать все, что мне делать, чтобы так не волноваться и уходить более спокойно. А выступление вживую смотришь, да? Конечно, я ходила смотреть. Единственное, что я смотрела не вживую, это такая произвольная программа «Мальчик», потому что мы после них катались. И тренер не возражает, что идет все-таки выброс адреналина, эмоций, захватывание? Ну, естественно, да. Когда я приходила на каток, он спросил, что ты делаешь, я говорю, за своих пришла поболеть. Тогда он стал «Ладно». То есть это позволительно, да? А Николай Морозов как-то вмешивается в вашу работу с психологом, со спортивным или нет? Или его это не касается? Как он делится здесь к полномочиям? Ведь все равно конкуренция, она где-то, ну, не то, что конкуренция, но возникают какие-то противоречия. Вы разруливаете это самостоятельно у себя в голове или нужно еще с кем-то посоветоваться? Ну, на самом деле, я не очень знаю, знаете ли, Николай Александровича, у моего психолога, что я с его уже общаюсь. Вот. Но просто считают, что он и сам хороший психолог. Ну, в этом я тоже не сомневаюсь. И, естественно, он настраивает на программу очень хорошо. Вот. Ну, как бы, моя работа с психологом – это моя личная, поэтому, как бы, если даже узнают, то никто не будет спрашивать. Алёна, такой аккуратный комплимент позволю себе вам сделать. Насколько я помню, там несколько лет назад были какие-то проблемы с весом. Как удалось победить эту решить веечную проблему для всех? Две недели только завтракали. Перечерстный мир. Я, ну, только завтракала, и когда даже после произвольной программы вставала с дивана, вот, с уголка слез, вот, вот, я чуть не упала в оморок, меня так качнуло, в общем, ну, потом быстро, так, лимало сразу пошло. Это после какой программы? После произвольной. То есть, настолько уже не было сил? Да. Ну, еле докатала, на самом деле. И это позволяется в период подготовки к чемпионату мира ограничивать питание только завтраком? Ну, я себе позволяю, потому что я, значит, хочу добиться. А Николай Морозов спокойно на это реагирует? Даже очень спокойно. То есть, он, у него, с его стороны никогда не было претензий? Вот, приехала, привезла лишних, 300 граммов. Ну, когда я сама знала, да, я с этим соглашалась. Каков Николай Морозов, на самом деле, очень мало известно о методике его работы. Мы знаем, как работают Мишина, Клина, Татьяна Анатольевна Тарасова, естественно. Вот, Николай Морозов, как эта демократия такая, западный образец, когда на тренера нельзя повысить голос? Или все-таки, потому что он наш отечественный тренер, дает о себе знать? Не знаю, на самом деле он просто очень хороший друг, и с ним легко в общении. Вообще, это абсолютно не напрягает, и, значит, это самое главное в работе, когда есть общие цели и интересы. Вопрос, который тоже не могу не задать. Как бы так, не то, что пиарились, вы постоянно были вместе с Ксюшей Макаровой рядом, и два года назад, и три года назад, и... А вот сейчас вы как? Вместе, не вместе? Ну, когда на соревнованиях увидимся, то общаемся, а так, в социальных сетях, там, привет, как дела, ну, обычно. Потому что у нас даже на соревнованиях, сейчас, так как я, на большую часть, посаживаю в Москве, то меня и седят тоже, естественно, с московскими девочками. То есть, любовь прошла? Если так по-русски? Ну, да. С чем это связано? Это потому что... Ну, просто потому что мы не видимся, наверное. Ну, я не могу сказать, что у нас встали плохие отношения, ну, просто общаемся, но меньше. А как она, все-таки, мы тоже ее поддерживаем, абсолютно истинно, и как Ксюша переживает то, что с ней происходит? Вообще, в принципе... То, что вы видите внутри? Ну, естественно, она расстраивается всегда, но потом, там, не знаю, наверное, у нее просто уже американская такая закалка, то, что они всегда улыбаются, поэтому она там уже... Ну, долго, в общем, себя не мучается за стройцами. А планируется ли вы отдых после окончания этого сезона? Уже известно ли место, где вы будете отдыхать? В прошлом сезоне мне удалось нигде отдохнуть в этом, но хочется, но я пока не знаю вообще своих планов, которые у меня будут после команды Чемпионата мира. Вы имеете в виду какие-то шоу, показательные выступления, да? Возможно, да, это будет шоу, возможно, это уже будут хоры и постановки новых программ, не знаю. Сколько лет вы без отпуска? Ну, получается, второй сезон. Два года так, если? Ну, да. Тяжело? Ну, тяжело, ладно, да. А как и куда хочется, я не знаю, море обязательно. У Алексея Ягудина была мечта когда-то давным-давно иметь где-нибудь на Кореевском море маленький бар, чтобы вот так, маленький-маленький бар, чтобы были ходить посетители, смотрели на его медали. Но это было давно. Ну, хочется просто где-то спокойно отдохнуть, чтобы никто не приставал. Во всех смыслах пришел. Вы боитесь одиночества на отдых? Правильно я понимаю вас? Ну, может, родители. Коллеги, мы слушаем вас. Да, можно? Я прошу прощения. У вас других вопросов нет? Алёна, вот вы не раз говорите, и в вашем сайте тоже написано, что вы всецело доверяете своему тренеру. Ну, а если все-таки вот что-то изнутри хочется сказать, ну, как-то чувствует-то вдруг что-то не так, есть возможность пойти против? Ну, может, не так сильно, но, по крайней мере, высказать свои пожелания. Или это все-таки вот такая мягкая диктатура? Спасибо. Ну, естественно, я высказываю там то, что меня иногда не устраивает. Но меня настолько все устраивает, что просто не к чему придраться. Ну, притрикнуть-то он может, в принципе? Конечно. Иногда нас все на место ставит. Ну, это когда что-то у вас не получается? Это когда что-то у меня... И то, что даже не получается, когда я, ну, я не могу сказать, что не хочу, а... Ну, как бы, я не знаю, как это сказать. Алёна, на личную жизнь время остается, или вы специально так... Первым делом самолеты. Самолеты. Это сознательный выбор? Конечно. Количество поклонников есть, желающих подружиться с вами в социальных сетях за последние пять дней? Преысилось в тысячу раз. Вы как-то фильтруете? Да. Вам удается ответить хотя бы кому-то? Всем. Даже если их тысяча? Даже если тысяча. Ну, это несколько слов, или вы пытаетесь, или учитываетесь то, что вам пишут? Ну, когда мне пишут огромные тексты, конечно, я читаю, и там иногда такое, прям за душу бежит. Ну, это что? Это признание любви? Это какие-то, я не знаю, там, что там может быть? Ну, в основном это, естественно, поздравления всяческие, и, не знаю, комплименты, вот, мой адрес там по поводу, как ли хорошо катаюсь. Некоторые писали, что они рыдали вместе со мной, но это вообще... Скажите, пожалуйста, Каролина Костер, сегодня это лидер мирового женского одиночества на катании или нет? Ну, я могу сказать, что на нее можно равняться, потому что душа очень сильная спортсменка и, в принципе, серьезно соперница. Как вы относитесь вот к чему? У нас был чемпионат России, где девчонки, занявшие первое-второе место, если я ничего не путаю, оценки за компоненты были зашкаливающие. Потом эти же девочки выезжают на юношескую олимпиаду, ну, я имею в виду Далину Сотникову, и за компоненты получают, по-моему, на 20 баллов, что ли, меньше. Я могу ошибаться с коллегами, но это можно посмотреть в протокол, там действительно день и ночь. Вот, не кажется ли вам, что это несколько искусственно, то, что делается у нас в Федерации? Ну, с одной стороны, они хотят, не знаю, еще больше обрадовать спортсменов, ставят такие космические баллы. Ну, я тоже не понимаю, зачем, когда они все равно выезжают на взрослые соревнования, на гран-при и получают все равно то, что они должны получать. А как вы вообще относитесь к тому, что возрастной ценз, который существует на мировых европейских чемпионатах и на тех же самых этапах гран-при, что на внутрироссийских соревнованиях он отсутствует? И вроде бы уже там та же самая Аделина, она трехкратная чемпионка России, уже так, девочка, наевшаяся победами, с одной стороны, с другой стороны, чемпионка России уже много лет не выезжала, ну, за исключением Ксении Макаровой в 2010 году, не выезжала под флагом национальной команды. Второе, какие места выезжали в этом году на чемпионат Европы? Второе, шестое, второе, седьмое, девятое, по-моему. Третье, третье, четвертое. Третье. Шестое, да, и девятое. Третье, шестое, да, как вы относитесь к тому, чтобы девочки, которые не имеют права выступать на взрослых турнирах, катаются на взрослом чемпионате России? Ну, пусть катаются, я считаю, что это, наверное, просто Федерация хочет нас как-то подбодрить, чтобы мы... И расслаблялись? И расслаблялись, да. Вот, но посмотрим, что будет, когда они будут с нами соревноваться на международных турнирах. Довольны ли вы всем тем, как организована работа? Оказывается ли вам достаточное количество помощи? Нет ли у вас каких-то проблем на бытовом, я не знаю, на финансовом уровне? Ну, если только вот в квартирном вопросе, а так нет. Вам обещали, все медали, медали в год. Ну, завтра пойду разбираться, где моя квартира. Я вам, что балтийская видеогруппа берет ситуацию по своей контроле. Завтра же пойдете, да? Временно же будет выбрать, да. То есть, кроме как, ну, завтра суббота, вот, кроме как, а потом вы уезжаете, вы возвращаетесь, а пойдем вместе. Мы запишемся на прием чиновников в Христогландийский район, на самом деле, бессмерт, пойдем вместе, послушаем, кто скажет. То есть, другого рода никаких организационных проблем нет? Все, что вы, все ваши пожелания выполняются? Да, все исполняются. Кто занимается дизайном костюмов? Тоже Николай Морозов? Или все-таки хоть кто-то есть еще рядом? Нет, Николай тоже, ну, как ему рисуют все это, приносят, он выбирает. Постановки все его? Да. Ну, не было там желания посотрудничать с тем же Вербухом, сейчас это модно. Нет, зачем, если есть такой замечательный постановщик? И тренер в одном лице. Поздравляю, будучи свидетелями вашего триумфа, тангницы. Вы обмолвились, что после чемпионата мира команда, на которую вы пойдете, еще вроде у вас сборы ожидаются в мае. Это уже точно подтверждено? Нет, на судбурге ничего, даже не подтверждено, нас меняется все каждую секунду. То есть, к тому, что просто хотел узнать ваши планы до конца сезона, до отпуска, когда мы уже говорили. Ну, пока ничего не известно, не знаю. Поздравляю. Мم. Пока.